Пожароопасные периоды с каждым годом становятся всё жёстче, более протяжённее и опаснее. При этом, надо сказать, что наша служба подготовилась к пожароопасным периодам в 2021 году очень серьёзно, имеет хорошее техническое оснащение, но, к сожалению, жители не всегда соблюдают правила пожарной безопасности. Вот эти два возгорания, которые произошли 4 мая и 21 августа, они по вине жителей нашего района, которые очень пренебрегли правилам пожарной безопасности, допустили возгорание и при аномально сильной температуре и сильном ветре, шквалистом таком огоне перешёл с предельной территории на территорию национального парка. Но надо сказать, что всё-таки обошлось более или менее малыми такими затратами и ущербом, потому что в других регионах, как в Мордовии, в Удмуртии, в Самарсковке, там ущерба гораздо сильнее и больше. Вы сами справлялись с вашей работой? В первом случае, 4 мая, мы приглашали и нам откликнулись и очень активно помогли сотрудники МЧС Балаково, Вольска, Черкас. Во втором случае мы справились своими силами, но нам помогли фермера, и население активно откликается на такие чрезвычайные происшествия. Здесь они поставляют и технику, и люди приезжают, и воду подвозят, и даже кормление производили практически за свой счёт, потому что понимая, что в таком воду нужно что-то попить, что-то перекусить и поправить, как говорится, свои запасы энергии. Сколько пострадало от огня? В первом случае у нас пострадало 9,2 гектара, а в втором случае 32 гектара. Это сосновое насаждение, и когда с полей перешло на верховой пожар, то удержать её практически невозможно. Там даже подойти очень страшно. Сколько дней боролись? В результате, я говорю, очень хорошей слаженности работы всех служб и хорошего технического оснащения мы практически в течение 3-4 часов локализовывали. То есть это даже не на сутки? Всё очень быстро? Очень быстро. Люди сообщают о том, что что-то в лесу происходит? Ну, как правило, и люди, и наша служба срабатывает. Но население, конечно, они не безразличны к судьбе нашего леса, понимая, что это природное богатство, надо её беречь, здесь нет никакой политики, а природа – наша природа.